В Украине прошел масштабный женский форум. Главная тема – роль прекрасного пола в политике. Все подробности узнаем от Юлии Жешко. Места мужчин-политиков в Верховной Раде сегодня заняли женщины разных возрастов. Объединил их Всемирный день девочек. Впрочем, не только. Украина стала частью глобального форума женщин-политических лидеров и международной кампании Girls to Leaders. Послом выступила народный депутат от оппозиционного блока Юлия Левочкина. Есть такая простая статистика. Это статистика ООН, которые изучали конфликты по всему миру во всех периодах, которые доступны для изучения на данном этапе. Так вот, мирные договоренности являются более устойчивыми, если в переговорах принимает участие женщина. Вероятность успешности этих переговоров поднимается на 35%. Это серьезные цифры. По ее словам, это мероприятие – инвестиция в будущее Украины. Ведь страна как никогда нуждается в женщинах-лидерах. Мешают лишь стереотипы. Участницы форума разделяют это мнение. Женка, благодаря своему природному шарму и таланту дипломата, должна равноваживать все конфликтные ситуации. 50% мужчин и 50% женщин должны быть в парламенте. На форум пригласили 40 девушек-лидеров. Все они планируют заняться политикой. Ответить на их вопросы приехали представительницы общественных организаций и женщины-нардепы из разных фракций. Створючи межфракционные объединения, проводячи подобные заходы, где мы понимаем, что женщина не просто должна иметь право закрепленное законодавчо, а мы должны обеспечить ей возможность действительно принимать участие в политике. Сегодня мы понимаем, что в следующее столетие у нас уже должно быть не только право голоса, но еще и полноценное право принятия решений. И чем больше женщин сегодня смогут объединиться и повлиять на эти решения, тем быстрее мы вернем страну к миру. В ходе беседы между политиками и участницами форума произошла своеобразная перекличка, то есть прямое включение украинской стороны с еще 15 странами-участницами форума. Итак, на очереди Украина. У них по-настоящему большое собрание женщин-лидеров. На связи Наталья, Украина. Мы хотим изменить общество вместе. Многие женщины этого хотят. И теперь у них появился шанс. Это международная площадка, которая действует по всему миру. На африканском континенте, на латиноамериканском, на всех континентах. И одновременно это событие проходит и в Украине, в Европарламенте, и еще в 15 парламентах других стран. Мы хотим, чтобы как можно больше молодых женщин, молодых девушек приняло для себя решение, что они хотят менять мир. При этом на форуме не шла речь о конкуренции с мужчинами в политике. Хотя в Украине количество женщин во власти незначительное, отметил делегат от Евросоюза. Это чрезвычайно важно, побороть гендерное неравенство в Украине. Я думаю, это повлияет на политическую систему в стране. Если будет больше девушек, женщин, если они будут занимать лидерские позиции, это благоприятно повлияет и на экономику страны. Я очень счастлива быть причастна к этому. Словении это та страна, в которой права женщин у всех на слуху. Так что я очень рада видеть молодых, активных украинских девушек, которые хотят сделать что-то, чтобы изменить общество. Все участницы глобального форума WPL сегодня присоединились ко всемирной программе женщин-лидеров, среди которых есть президенты, депутаты и премьеры. Украинки получат возможность стажироваться в Верховной Раде и участвовать в программе обмена.